Здарова, лучшие аудитории мира танков! С вами Гусев Александр и Gluffy Games, как всегда, на связи. Как вы знаете, Wargaming представила масштабное обновление Modern Armor для консольных World of Tanks, которое доступно для скачивания уже сейчас. Разработчики называют это следующим шагом в развитии проекта, благодаря чему появятся новые возможности и расширится геймплейное ядро. В этом видео про это самое геймплейное ядро мы и поговорим. Modern Armor, созданная как отдельная часть World of Tanks для консолей, привносит в игру танки с 50-х до конца 90-х годов. В игре доступно 18 танков, разделенных на два блока – Западный и Восточный Альянсы. Это означает, что мы можем ожидать увидеть броню времен Корейской войны, Холодной войны и войны в Афганистане в одном месте, отдельно от машин времен Второй мировой. На данный момент две ветки развития ведут нас вплоть до танков Абрамс и Т-72 для западного и восточного блока соответственно. Конечно, в будущем количество танков будет пополняться, и поскольку Modern Armor переносит нас в новую эру войны, движимую инновационными и творческими решениями в области танковых технологий, игра дарит немало новых игровых решений. Теперь, когда танки имеют более мощное вооружение, лучшую мобильность и обновленную конструкцию брони, которая по сути делает переднюю часть танка непобедимой, игра проходит немного быстрее и способствует движению, а не удержанию позиции из-за боязни быть уничтоженным более сильным орудием. Концепция игры усиливается тем фактом, что в Modern Armor в настоящее время нет артиллерии. Конечно, разработчики заявляют, что это может измениться в будущем, благодаря сообществу преданных танкистов. Игроки также смогут познакомиться с новыми картами, которые будут доступны как в классическом режиме Вторая мировая, так и в Холодной войне. Как пример, в режиме Холодная война позволит геймерам играть в двух форматах. В первом игроки будут разделены на две противоборствующие команды, по 15 человек. Второй позволит игрокам объединиться в кооперативе и противостоять ботам, 15 на 15. Также техника Холодной войны получит в свое распоряжение две новые единицы снаряжения. Это снаряжение не будет доступно для техники времен Второй мировой. Modern Armor по-прежнему доступен на консолях предыдущего поколения, но для владельцев нового наблюдаются заметные улучшения, такие как сокращение времени загрузки, расстояние прорисовки больше, наблюдаются улучшения окружающей среды, домов, листвы и так далее. Пользователи PS5 даже смогут испытать DualSense, чтобы сделать бой еще более захватывающим. Также появилось много апгрейдов и расходных материалов для улучшения вашего танка и экипажа. Например, теперь вы можете использовать дымовую завесу, чтобы скрыть обзор или вовремя отступить для смены позиции. Вы также можете повышать уровень или улучшать своих командиров в соответствии с вашим стилем игры. На самые важные вопросы касательно обновления и нового контента разработчики ответили на своем сайте. Под видео я добавлю ссылку на список обновлений. Поскольку World of Tanks Modern Armor является дополнением к консольной версии игры, она не появится в ближайшее время для ПК или мобильной версии, так как она была разработана консольной командой Wargaming. Поэтому владельцам ПК остается только ждать и следить за новыми новостями от ВГ. Как итог, если заглядывать в будущее, мы можем ожидать, что в Modern Armor будет добавлено больше карт, снаряжения, командиров и танков. Например, команда уже рассказала, что на добавление новой бронетехники потребуется время, так как большую часть информации о современных танках сложно получить, ведь все эти данные хорошо засекречены. В любом случае, если вы поклонник World of Tanks и игрок консольной версии, это будет одним из самых больших и захватывающих дополнений в вашей жизни. Ну и на этом у меня все. Вам огромное спасибо за внимание и прожитый палец вверх. Не забывайте подписываться на наш канал и бить в колокол, чтобы ничего не пропустить. Под видео вы найдете ссылку на Инстаграм, а также Телеграм-канал Лафи Геймс. До новых встреч, друзья, и всем пока-пока.